Времени. Вот так. Хорошо, как скажете. Как скажете. Давайте тогда Дандаваты, Бахты, Вринды. Я вижу. Гавиндауэн. Есть Емуна Прия с Харькова, Вриндауэн Чандра из Днепра, Нандаруфа из Харькова. Есть еще без камеры у нас тут Расарадж, Сарасвати, Ишвар, Гангадас, Александра, это наша ягиня, Радхараман. Пока остальные подключаются еще. Киев должен быть тоже на связи. Но если что, мы с вашего разрешения сделаем запись, чтобы кто не успеет на начало какого-то вопроса или общения, то мы потом сможем поделиться. Хорошо? Конечно, хорошо. Давайте. Давайте. Ну что, Гавиндауэн, вам так сказать, передаем микрофон. Харе Кришна, в тему, как бы, необходимые. Вот. Так очень хорошо пообщались вечером. Вот. Поэтому, ну, смотрите просто, какую тему, какие вопросы, ну, если что, сможем ответить, что, как бы, нам, придет какое-то, если вдохновение, будем, так сказать, общаться, отвечать на вопросы. Включите микрофон, кто хочет задать вопрос. Все стесняются. Есть такое. Вот там, Ганга Дасс. Махарач? Дундават, это Хридой. Да, Хридой, читание про Буду, Дундават, наши поклоны. Рады вас, рады вас видеть. Вы прописали из Гавинди-Лэнди, да? Да, какое-то время буду тут. Посмотрим, сколько Господь меня выдержит. Ну, это хорошо очень, там очень хорошая команда. Нужна поддержка друг другу. Вот поэтому очень замечательно, что Господь вас привел в это замечательное место. Да, да, я очень рад этой возможности. Я благодарю всех ваших лавок, Бога, Христиан. Махарач, вопрос такой вот. Иногда есть такое, у меня есть такое непонятное формулировка. Вот здесь карма-йога, которая описывается на бхаговодите, и есть наша бхахти-йога. А так, чем по сути вообще отличается карма-йога от бхахти-йоги? Ну, вот карма-йога призывается к действию, к работе. В принципе, но бхахти-йога же тоже занимается тем же самым действием, работает ради Господа. И карма-йога призывает работать ради Господа, и бхахти-йога призывает работать в том же направлении. А какая же разница между этим? Вот в чем вопрос. Ну, карма-йога вообще, она как бы призывает действовать ради Господа, но не совсем так. Она скорее призывает действовать для себя, но не забывая Господа. Скажу так, в центре все равно находится само живое существо, и его желание каким-то образом удовлетворять свои чувства в этом материальном мире. То есть, первичная мотивация это в центре я. То есть, я, я живу здесь, вот, я понимаю, что есть Господь, который нам все дает, и, в принципе, это его и главная обязанность все нам давать. Вот, и таким образом выполняя свой долг непривязанно, мы тем самым удовлетворяем в какой-то степени его, но самое главное все равно остается я, живое существо. А в бахте-йоге, в бахте-йоге в центре стоит Господь с его трансцендентными желаниями, и живое существо на этом плане становится богоугодником, то есть, оно пытается всеми способами угодить Господу, то есть, оно ищет, каким образом может ему послужить. И бахте-йога делится тоже на два вида, она делится на регулируемую бахте-йогу и спонтанную бахте-йогу, то есть, регулируемое преданное служение и спонтанное преданное служение. И, ну, если говорить о нас, то скорее мы находимся на регулированном преданном служении То есть мы знаем, что такое существует, что существует любовь божественная, что существует любовь ко всему миру И мы пытаемся на этом пути развить эту самую любовь, действуя в духе кармы-йоги, скажем так, непривязанно А карма-йога, она, ну, не ставит особой задачи развить какую-то любовь к кому-то, или к Господу, или к другим живым существам Она ставит задачу просто научиться непривязанно действовать, таким образом достичь полного удовлетворения своих потребностей на этом плане бытия Если мы задумаемся, на самом деле, большинство живых существ, они находятся именно в этой реальности Осознанно или неосознанно, мы можем говорить о любви к Господу, мы можем говорить о любви к другим живым существам Но на самом деле, как на самом деле, то есть вот насколько мы на самом деле, ну, убрали самих себя из центра и поставили в центр Господа и его преданных Поэтому каждый из нас должен ответить на этот вопрос сам и понять, что мы находимся там, где мы находимся Это вопрос относится, ну, скажем, к самбанхагьяне, то есть о попытке найти самих себя в этой системе координат, к кому и к чему мы относимся То есть где мы относимся по отношению к Божественному миру, на каком плане В карме йоги мы находимся, в гьяна йоги, в гьяна йоги, то есть либо мы уже вступили в путь на чистого самопредания Бахтийоги Но Сила Пропада Бахтинат Свами, он очень часто в Бхагавадгите в комментариях использует слово Будхи-йога И он говорит, что это равнозначно Бахтийоге Почему он так говорит? Потому что Будхи-йога, Будхи-это разум То есть на основе разума, на основе разума мы пытаемся действовать в духе преданности Вот, и это постепенно приводит нас к спонтанной любви к Господу То есть, нужно понять, цель наша, это про йоджина, да, это достичь спонтанной любви к Господу Это очень естественное чувство, которое, ну, его невозможно имитировать Оно либо есть, либо его нету То есть, наша проблема то, что у большинства из нас нет этого чувства Вот, но мы знаем, что оно существует Вот, и мы пытаемся это чувство каким-то образом развить Поэтому мы занимаемся вот как раз этой Будхи-йогой Которая приравнивается к Бахтийоге Ну и попутно мы... Карма-йога, ну, карма-йога это просто деятельность непривязанности к своим результатам Понимая, что некое такое с оттенком имперсональности какой-то Или с попыткой эксплуатировать Господа, ну, таким образом Ну, понятно вообще? Да, спасибо, Махарач Да, джаев, всем преданным, Харе Кришна Еще выше? Передаем следующим эстафету Харе Кришна Вообще, хороший вопрос, потому что, ну, мы очень часто... То есть, встаем на этот путь Встаем на пути И очень, ну, сначала, в принципе, все в общем Там есть Господь, есть свечки, которые мы должны ему предлагать Там еще что-то Вот, и в принципе, ну, мы даже не осознаем, что мы действуем все равно для себя То есть, мы пытаемся все занять, ну, как себя, как бы, обезопасить Как снабдить всеми, так сказать, условиями в этом мире Вот, но впоследствии, когда мы начинаем, ну, глубоко погружаться Когда мы видим свою негативную природу Вот, мы начинаем некие вещи просто понимать Что, ну, не все так просто, как вот кажется И поэтому Багалабгита – это такая очень глубокая Трансцендентная книга, в которой информация, она разложена очень многопланово То есть, в одном и том же стихе можно постоянно обнаруживать глубину Разную глубину содержания То есть, и все время она будет пониматься по-новому, по-новому и по-новому Хотя эта книга, скажем так, фундаментальная То есть, это фундамент, на котором строится вся наша духовная жизнь Вот, что хотелось бы сказать по этому вопросу Хорошо, вы сказали, что недостатки Ну, вообще, наши вот С практикой у нас поднимаются наверх какие-то Ну, можно сказать, недостатки Да Вот, как с ними работать правильно Потому что мы же не можем там На других эти недостатки там сбрасывать Или просто держать в себе И потом человек сорвётся Вот, как гармонично Со своей такой негативной энергией Людям работать Ну, преданным Которые осознают, что есть молитва Есть служение Но, тем не менее Всё равно, как побочный эффект Какие-то эмоции, переживания, всплески Происходят у каждого живого существа Наверное, начинающего, практикующего Спасибо Ну, то есть, что можно сказать Очень хороший совет Всё благоприятное нужно принимать сразу Всё неблагоприятное терпеть до последнего То есть, ну, мы должны Мы понимаем, что Ну, срываться на других Критиковать других Оскорблять других Это крайне неблагоприятное действие И поэтому Если мы хотим кого-то покритиковать На кого-то сорваться То мы должны понять, что Хотя бы на уровне как раз будхи и йоги На уровне духовного разума Понять, что это будет очень неблагоприятное действие Которое впоследствии Отразится на нашей собственной духовной практике И жизни Вот, поэтому Если нам закипает гнев Мы видим чьи-то недостатки Мы видим кого-то, кто Якобы хочет помешать нашему Так сказать Продвижению по духовному пути Или просто мы Видим что-то Ну, обычно это на самом деле Некие чувства неудовлетворены материальные Там кто-то нам мешает Там Кто-то без очереди В душ зашёл Кто-то без очереди Там Еду получил Как бы просадом Какие-то мелочи Которые могут Ну, мы должны понять На основе чего это всё закипание происходит Оно происходит на основе Нашего собственного ложного эго Вот, и поэтому Увидев это Вот, опять же Надо вовремя увидеть И на уровне будхи йоги На уровне духовного разума Остановить себя И начать Молиться Господу Чтобы он как-то Помог справиться с этой ситуацией Как правило Когда Ну, если мы не даём сразу волю Ну, прождав какое-то время Там, ну, может Приходится даже Там Несколько часов терпеть А бывает там И дней несколько терпеть приходится Да То потихоньку это рассасывается И мы начинаем видеть Некие Позитивные Ну, видим, что это просто наша иллюзия И Всё проходит Вот, и в то же время Когда нам хочется Ну, прославить кого-то Да, то есть там хочется Кого-то вдохновить как-то Мы должны это делать сразу То есть Когда к нам приходит Какое-то вдохновение Сделать какой-то Духовный поступок Сделать какое-то служение Мы даже не откладывать это На какой-то Период А просто Сразу начинать действовать Сразу Что-то делать позитивное Ну, потому что В принципе, хорошо Тот, кого мы хотим покритиковать Или тот, кого мы хотим оскорбить Хорошо бы, если бы мы сразу Начали прославлять эту личность Сразу бы всё рассосалось Но, как правило, так очень сложно И это будет неискренне на самом деле Потому что Если уж кого-то прославлять То надо искренне прославлять Поэтому Нам приходится Ну Нам нужно время всегда То есть Время поэтому Очень драгоценное Качество То есть Когда время Оно может тянуться Может очень быстро течь Но Если мы научимся правильно Правильно видеть время Его течение И как оно всё меняет Нужно понять, что Ещё Вот эти все наши Так сказать Какие-то оскорбления Там ещё что-то Негодование По поводу чего-то Оно связано Со многими вещами Там С нашим питанием С нашим режимом дня То есть Со сном С положением планет Ну Многие вещи нас влияют Многие вещи могут вызывать У нас раздражение И поэтому Опять же Будхи-йога Это у нас на уровне Духовного разума Ну Нету Если Спонтанной преданности То Мы должны всё действовать На основе Одухотворённого разума То есть Неким образом Анализировать Вообще Что это Правильно ли я поступлю Неправильно ли я поступлю Нужно понять Что это такова Духовная практика Вот И впоследствии Мы Когда научимся Все эти вещи видеть Мы Сможем Во-первых Легко избегать Всех этих вещей И постепенно Постепенно Просто если мы Кого-то оскорбляем Нужно понять Что в нас Сразу же входит Различная нечисть То есть Нечисть Которая Оскверняет Наше сознание Наш ум Вот эти вот Пороки Такие как Гнев Жадность Вожделение Они все вместе Там ходят Как-то То заходят То выходят Мы должны От них От всех избавиться Вот И Ну оскорбление Других И критика Других Как раз Приводит к тому Что мы Заражаемся Всеми этими пороками И Фактически живем С этими пороками Поэтому Что нам остается Принять только Первое Первое То что Всегда нам Гурубев Говорил Трината Писунична Тарурапис Ахишна На Амане На Манаде На Кертане Садахари То есть Мы должны Научиться Смиряться Терпеть Оказывать Всем уважение Не ожидать Уважения К себе И таким образом Идти по пути Этой духовной практики То есть Мы должны Обязательно Нам крайне необходимо Этим качествам Научиться Если мы Этим качествам Не научимся Мы не сможем Воспевать Святое имя И соответственно Но Как мы знаем Что В наш век Ничто другое Не может нам помочь Кроме как Воспевание Святого имени Причем Непрестанное Воспевание Святого имени Постоянное памятение О господи Но мы не можем Постоянно помнить О господи Если наш ум Заполнен Этими критиками Оскорблениями Гневом И всем остальным То что Поэтому Ну С точки зрения Разума Это просто Кажется Да там Ну понятно Дело Что надо Все проанализировать Но Когда мы Сталкиваемся Вживую Со всеми Этими проблемами Мы Очень Нам тяжело С этим совладать Потому что Ну Хочется сорваться Там И все остальное Но мы должны Научиться терпеть То есть А терпеть мы можем Научиться опять же Через молитву Поэтому нужно Молиться Господу Чтобы Господь Он Нас Каким-то Образом Уберег От этих Действий От этого Неправильного Уму настроения Магноуточняющий вопрос А терпеть Это значит Не высказывать И Например Все внутри Держать И потом Оно может Пройти Или Про терпение Это больше В понимании Принятия Ну Нужно Погрузиться В некий Диалог Внутри себя Или с Гуру Или с Господом Как нам То есть У каждого из нас Идет постоянный Некий диалог Как бы Мы можем сказать Сами с собой Но Диалог На самом деле Он должен идти С Гуру С Господом Да То есть Там же Господь и Гуру Это Неотличимые И мы должны Задать вопрос Господь Гуру Дев Почему Со мной Это происходит Почему Это так Молитва Должна быть Очень искренней Если молитва Искренняя То Господь Он постепенно Он меняет Ракурс Нашего восприятия И мы начинаем Видеть все В другом свете Вот это Самое главное Потому что Терпеть Просто так Ходить Это носить Ну Мы Рано или поздно Взорвемся Поэтому нам нужно Через молитву Все это Сжечь Внутри себя То есть Если мы выпустим Наружу Свой гнев То он Рано или поздно Вернется Скорее всего Сразу вернется Вот Может позже вернуться Если кто-то человек Затаил в себе Этот Эту ситуацию И как бы Потом Она каким-то образом На нас Тоже перельется Вот поэтому Ну мы должны Вот этот момент Всегда понимать Что все идет Через молитву Мы Мы относимся К молитвенниками Но Можно много К этому Еще до практических действий Добавить Можно послужить Можно еще что-то делать Физически Что-то сделать Там Дрова поколоть Там Какие-то Гири Поподнимать Но все это Временно Временно Самое главное Это Молитвы Чтобы это все Совершалось С молитвой Чтобы пришло Какое-то Некое Откровение И мы Поняли Потому что В любом случае Все что происходит Как мы считаем С нами Негативного Что к нам Кто-то относится Негативно Или как-то Нам Жевается Что-то Нам кажется Негативно Все происходит На уровне Нашего Вожного Эго И нашего Неверного Восприятия Потому что Если мы Находимся В чистом Сознании В чистом Служении Мы просто Даже эти вещи Не заметим Ну Какие-то Негативные И как раз Это очень хорошо Видно Когда мы Совместно Воспеваем Совместно Совершаем Какую-то Духовную Практику Совместное Служение Совершаем Мы видим Что постепенно Если мы Направляем Своё внимание В сторону Служения В сторону Поклонения В сторону Воспевания То все эти вещи Они постепенно Отходят На какой-то Второй план Ну понятно Да Спасибо Махараш Харея Кришна Дяй Дяй Сила Горды Дяй Гавин Может у вас Есть вопросы Я вижу Что там Подошли Ещё Ребята Чиндзя Присоединился Включайте Микрофоны Кто хочет Спросить Дандават Махараш Микрофон Симпактон Ты Лакананда Да Диди Да Дандават Дандават Лакананда Диди Дандават Харе Кришна Очень рада вас видеть Да Взаимно Взаимно Рады всех Видеть Преданных А Чинти Вот вижу Тоже Подключился Здорово Здорово Ну Я наверное Хотела спросить Ну Разные вопросы Возникают Время Трени Ну Вот Например Что Как бы Требуется Ну что требуется То есть Мы живем И Как бы Мы Сами Нуждаемся В том Чтобы проявлять Заботу о преданных Но Не всегда понятно Как бы Что это предполагает Что Ну как бы В чем именно Поддержка Преданных То есть Что это Не сентименты Какие-то А в чем именно Поддержка Наших братьев Чистерки Но Первый принцип Первый принцип Помощи Это не навредить Не навредить Душе Живого существа То есть Ну в каком смысле Что Ну Мы должны Понять Природу Нашей болезни Наша природа Она Стяжать Потреблять Завидовать То есть Все эти качества Они постоянно Живут Как в нас Так и Тех Кто рядом с нами Потому что Мы находимся В мире материи И когда мы идем По пути преданности По пути преданности Очень важно Чтобы эти Ну не давать повода Ну этим Этим качеством Еще больше Расширяться Еще больше Ну то есть Ну к примеру Мы не должны давать повода Завидовать другим То есть Ну к примеру Купили мы Там хорошую машину Там или хорошую Какую-то шмотку И потом Ну скажем Фотографируемся Там да И показываем всем Вот смотрите Какая у меня хорошая вещь Ну в принципе Мы можем сделать это С хорошими побуждениями Да Но Мы можем вызвать В каком-то зависть Таким образом Мы получим Негативную реакцию Вот Ну к примеру Подарки Да То есть Дарить подарки Когда прежде чем Подарить подарок Нужно подумать А поможет ли это Ну преданному Духовно Или наоборот Опустит его То есть Мы же можем Разные подарки дарить Да То есть И поэтому С точки зрения Духовной практики Это очень сложный процесс Подарить правильный подарок И еще правильно Его Ну Преподнести Потому что Мы можем Во-первых Подарить то Что человеку вредно Например Человек страдает диабетом А мы ему шоколадки дарим Ну и Там вот Нам искренне хочется Как бы Удовлетворить Эту личность Но на самом деле Ну Человеку может Ну особенно Если он слаб Как бы Да Ну Он может Как бы Принимать эти подарки И есть Сказать Это же преданные Мне подарили Как бы Я должен Все съесть Как бы Вот И соответственно Потом он будет страдать Болеть Вот Ну это Такие чисто Практические На самом деле Примеры Поэтому мы Это касается Вообще всего То есть Поэтому наша жизнь Она должна Быть такой Что в первую очередь Мы должны Не навредить Сами себе То есть Заботиться о своем Духовном Так сказать Состоянии Поэтому мы должны Воспевать Святое имя И это Самое лучшее Будет помощь Другим Другим предам То есть Если мы Воспеваем Святое имя Как ни парадоксально Это Самая лучшая Помощь Для других Нас окружающих Потому что мы Очищаем свое сознание Мы Находимся В неком Духовном потоке И этот Духовный поток Все остальные Тоже чувствуют Поэтому Самый лучший Лучший способ Это Самим практиковать Духовную жизнь Вот А потом Ну В течение дня Там Ну соответственно Воспевать Приходить Совместно То есть Потому что Ну во-первых То что мы Действуем Как-то Мы показываем Пример Другим Вот И это все Находится В неком Таком В некой Санкиртане Да То есть Совместном Совместном Действии То есть Что касается Служения То же самое То есть Мы должны Показывать Своим примером Но опять же Служение Должно быть Именно служением А не какой-то Там материальной Деятельностью То есть Мы должны Ну вот эти Вещи Понимать Что Иногда Иногда Просто Мы не видим Кто Кто служит Кто не служит Кто Кто чем занимается Поэтому Нужно быть Научиться Быть внимательными То есть Внимательным Каждому мгновению Которое с нами Происходит То есть Каждое мгновение Оно Оно может быть Наполнено Как неким Материальным Аспектом Так и Духовным Аспектом Поэтому Мы должны В первую очередь Следить Чтобы Чтобы все наши действия Они находились Либо На духовном плане Либо на плане Практики То есть Попытки Попытки Духовно Прогрессировать И опять же Это должно Все происходить Мы не поймем Что рано Рано или поздно Что все Подлинно Происходит Через молитву То есть Через молитву Через воспевание Святого имени Через Памятование О Господе Поэтому мы должны Общие Практические действия Делать И по ходу Смотреть Как мы можем Помочь преданным Потому что Если преданный Заболел То соответственно Мы должны Помочь ему Как-то К примеру Достать какие-то Лекарства Но если мы будем Действовать Очень прямолинейно Скажем У преданного Болит голова Мы ему просто Анальгин будем Давать Чтобы головную боль Снять Соответственно Но Возможно Мы Только вред Створим Поэтому Мы должны Понять Либо найти Квалифицированного Врача Либо понять Причину болезни Человеку Потому что Человеку Может голова болеть Потому что Он просто переел Может ему нужно Немножко попаститься Еще что-то сделать Какие-то вещи Мы должны Искренне посоветовать Этому человеку Не просто Дать какую-то таблетку Вот Ты заболел Значит Пообщаться Просто с человеком Может быть Ему стоит Холодной водой Начать обливаться Какие-то физические Упражнения делать Или еще что-то В соответствии С какой-то Данной ситуацией Мы просто должны Понять Что мы сами Хотим Подлинной помощи Нам всем Необходима Подлинная помощь Мы все хотим Чтобы нам Подлинно помогали Потому что Душа Мы все души И мы как души Мы хотим Именно духовного Мы нуждаемся В духовной пище И мы должны Всегда думать А что принесет Нам благо Ну По примеру Я помню Слышал такое Одну из лекций Ну она такая Может быть Если мы даем Ну скажем Алкоголику На похмелку На похмелку Он радуется Внешне Да То есть Он считает Что мы ему добро сделали Но На самом деле Внутри он нас ненавидит Почему Потому что Мы тем самым Ну Поощряем В нем Вот эту склонность Деградации То есть И он вроде Как бы радуется Говорит там Спасибо большое Там Что вы мне дали Как бы Вот Но сам идет И пьет И дальше пропивает Своё сознание Свой разум Еще глубже Погружается в невежество Но если мы тому же Алкоголику Мы скажем Что Брата Может быть тебе хватит Пить Как бы Может быть тебе нужно Еще что-то Там На просад перейти Может быть тебе Нужно подумать О душе своей Как бы Еще Ну какие-то такие Вещи Он может как бы сначала Ну Быть недовольным Напрячься Но На самом деле Он нас будет уважать И в конце концов Он любить нас будет Почему Потому что Он почувствует Что мы делаем Желаем ему подлинное благо Но Единственное Что мы должны делать Это в действительности Ну С искренней помощью От человека Не просто там Как бы Негодующий Там его забивать Говорит Хорош жрать Хорош пить Как бы А именно Ну С неким Там Как у нас говорят С любовью И нежностью Ну Опять же Это нужно Нужно Нам всем Как бы Научиться испытывать Все эти чувства А чувства эти Они могут опять же Придти только через молитву То есть Когда мы Ну Испытываем Некое подлинное откровение Некое подлинное Восприятие Божественного Все Такой Вечный поток Поэтому Самая главная Самая лучшая помощь Будет Это Научиться Находиться В этом Божественном Потоке Потому что Все Все живые Существа В окружающем Мире Они ждут Только этого На самом деле Они не ждут От нас Каких-то там Подарков Материальных Да Чтобы удобства Какие-то Потому что Чем больше мы людям Ну Даем Каких-то Материальных Вещей Ну Вроде бы Как бы Люди радуются Всем этим вещам Но на самом деле Это Опускает Нас Как души Вот Поэтому Если мы дарим Кому-то подарки То Ну Как бы Какие-то Материальные вещи Скажем так Их нужно Отдухотворять Потому что По большому счету В этом Материальном Этого мира Материального Нет Все духовно Просто Нам нужно Отдухотворить Ну К примеру Мы дарим Человеку Компьютер Или там Телефон И говорим Это тебе для служения Потому что Чтобы ты еще лучше служил Или там Дарим там машину Говорим Это тебе для служения Чтобы ты лучше наездил И дарим какую-то одежду Это тебе красивая одежда Чтобы ты приходил И опрятно выглядел Перед божествами То есть Все должно иметь Духовную подоплеку Не просто Чтобы Мы дарим людям Какие-то игрушки Развлечения И развращаем людей А именно Что все должно быть Отдухотворенно Все наши действия Должны быть Отдухотворенными И соответственно Все вещи Которые Которыми Мы пытаемся Помочь Кому-то В этой жизни Должны быть Отдухотворены То есть Должны быть Пропитаны Поэтому Самый лучший Это просад Да То есть Ну все может быть Просадом Поэтому Все мы предлагаем Господу И все вокруг Все-все Абсолютно все Нужно задействовать Служение Господу Нет ничего хуже Бесполезных вещей Которые просто Лежат Как бы И Только мешают Нам служить Ну вот Как-то так Вот Не знаю Ответил Не ответил И это Это очень Большой поле Для размышления На самом деле Для Если тут Пытаться Воплотить Жизнь Наверное Хватит еще на Следующие Многие Многие Года Спасибо Ну вот Наша задача Как раз Вот Именно Если мы Хотим Действительно Идти по этому Пути Начать Над всеми Эти вещами Размышлять Потому что Это очень Глубокие вещи И мы должны Их Не просто Ну Делать что-то Что нам Говорят А мы должны К этому Прийти Прийти Внутри себя То есть Мы должны Понять Что это В подлинном Смысле слова Мы как души Мы все Хотим этого Подлинного Простого Служения Основанного На любви И преданности Но Когда мы Начинаем Над этими вещами Думать Мы понимаем Что Все по-другому Наши мотивации Наши поступки Наши желания Они Ну Они Средоточены На На каких-то Корыстных вещах Мы должны Все это Переосмысливать И Постепенно Постепенно К этому Прийти То есть Ну Допустим Сегодня Допустим Вопрос Там Предан Один Задал Ну а вот Как Он живет С семьей Говорит А как Мне Нету Времени Прийти В храм У меня Все Все действия Я постоянно Занят Как мне Все эти действия Сделать Духовными Очень хороший Вопрос На самом деле Потому что Мы должны Действительно Отдухотворить Всю нашу Деятельность Но главное Чтобы это Не было Самообманом Потому что Мы можем Назвать Все Большими Словами Сева Поставить Дома Божества Алтарик Какой-то И просто Жить Для себя То есть У нас Есть работа Мы зарабатываем Деньги Ставим Мебель Говорим Что это Для Господа Но на самом деле Фактически Мы живем Это для себя Просто Мы обустраиваемся Хотя мы Говорим Что все Для Бога Поэтому Вопрос Не впасть В самообман И поэтому Мы все эти вещи Должны Очень глубоко Анализировать Потому что Подлинное Преданное служение Оно основано На жертве То есть Мы Должны Жертвовать Всем Абсолютно То есть Ради Ради служения Ради преданных Ради Других Людей То есть Вся наша жизнь Она должна В конце концов Превратиться В этот Такой акт Самопожертвования Потому что Всем нам нужно Пройти это Через яги Но Яги в нашем Подразумении Это кого-то Или что-то Принести в жертву То есть Мы должны понять Что это Как бы Обучение Или подготовка К подлинной яге Потому что Подлинная яга Заключается То что мы Начинаем Жертвовать Себя Своё тело Свой ум Свои слова Всё для Господа И всё что есть У нас Мы должны понять Что это даже Не пожертвование А это вообще Нам не принадлежит Мы просто должны Это задействовать Своё служение И таким образом Живя Живя В попытке Настроить Своё сознание На вот это На вот это Умонастроение Самопожертвования Оно как раз И будет являться Лучшей помощью Всем остальным Живым существам То есть Но это должно быть Всегда подлинно И это опять же Приходит через молитву Грия Кришна А можно вопрос Да Да Это не Рупама Да Не Рупама Да Да Дандавад 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 Махарадж А у меня Вот вы Сейчас Сказали Про вопрос Преданного Одного У меня Чуть-чуть Другой вопрос Но в этой же теме Я всё ещё Семейный человек Да Но так сложились Обстоятельства Что Ну Не могу я жить В семье И По милости Преданных Я поселилась В Говиндолейнде Рядом с храмом Но Сказать Что я Не живу Храмовой жизнью Я не могу У меня полное Полное расписание Храма Я задействована Везде в себе У меня есть Зона ответственности Но так же Я живу Возле храма И этот домик В принципе Тоже Храмовая Собственность Да Я могу сказать Что в принципе Я тоже живу В храме Но Мне приходится Следить за ребенком Отправлять в детский сад Мне приходится Топить печь Рубить дрова И Ну 20 километров в день При этом Я не гуляю Я просто хожу Я очень боюсь Перегоречь Какой вы можете Мне дать В этом совет Держаться Золотой середины Это очень Очень важно Пока Пока мы чувствуем Что нас Что-то Раздражает Что-то Там Угнетает Мы чувствуем Что получаем Какие-то передоз Мы должны Научиться Отдыхать Отдых Он будет Тоже Являться Служением И То есть Мы должны Научиться Держаться Золотой середины То есть Как Часто Я не знаю Как Сейчас Раньше Машины Были Если Газ Передавить То машина Она Захлебнется А если Не додавить То она Ехать не будет И Педаль газа Нужно Было держать Всегда В таком Называется Натяг То есть Золотой середине Тогда машина Она едет Нормально То есть Поэтому мы должны Не передавливать Сильно Потому что Понимаешь Что Во первых У нас Обязанность Есть перед Своими родственниками Перед детьми Перед Престарелыми родителями Там бабушками Дедушками Которые нас Кормили Поили Вырастили Вот И мы соответственно Даже понять Что Хотя Наш главный долг Это Предаться И служить Господу Перед ними Но бывает так Что Наши родственники Ну скажем Преданные У нас Одного преданного В Сочи Сейчас бабушка Наша бабушка Которая Ну постоянно Нас Можно сказать Поддерживал Наши Мы постоянно На махаты У них дома Проводили А сейчас Уже в старом возрасте Там В 84 По-моему Года Ей Уже Ослепла То есть Плохо Видит Плохо Ходит То есть Ну все Плохо И вот А преданный Ее внук Он Занимает Ответственную Должность Скажем так С точки зрения Нашей духовной Практики То есть Он старший По центру Вот И он Что делать Что делать Ну ему сказали Брат Ну Бабушка Она Преданная То есть Она инициирована Преданным Ученица Говина Махараджи Ты должен обязательно Позаботиться Сейчас о ней Потому что Если ты о ней Заботиться Не будешь Но что мы Тогда Это самое Что мы Каким-то Значит Мы Иллюзиям Поклоняемся Первым делом Надо позаботиться О Вайшнавах Вот Поэтому И Господь Так устроил Что Ну Все Получилось Что Нашли Замену Там Какую То Он Сейчас Очень Гармоничная Очень И очень Счастлив Он Служит Бабушке Приходит В центр Помогает Понимаете В чем Дело Но Это Не то Что Далось Легко Он Переживал И по поводу Бабушки И по поводу Центра Он не мог Разорваться На две части Но когда Просто ему Сказали Что Ты пойми Что Нужно Делать То Что Главное Сейчас Мы Все равно Находимся В потоке Времени И мы Не можем Находиться В двух Местах Одновременно Мы Не можем Одновременно И там И дома Быть Скажем И там Но Мы Должны Понять Что Здесь Сейчас Наиболее Благоприятно Для преданного Служения Вот Возможно Что Не присутствие В храме Будет Гораздо Лучше Для нас И для храма Тоже Потому что Находясь В храме И думая О своих Проблемах И накручивая Себе В головах Что там Дети голодные Или Родственники Больные Лежат И мы Тем самым Будем Создавать Нервозную Обстановку Везде Поэтому Нужно Просто Подойти К старшему Честно Сказать Вот Такая Такая Проблема У меня Дети Дрова Не колоты Надо печку Протопить Чтобы в доме Тепло Было И все Это поймут На самом деле Это же Жизнь На самом деле Мы должны Понять Что У нас Все Должно Быть Просто Это Не какие-то Заговоры Мантры Хитрые Которые Мы пытаемся Что-то Такое На Это Самое Господь Он Жилищный Он Все эти Вещи Видит Он Как бы Ну Мы можем Просто Мы будем Идулопоклонниками Мы будем Поклоняться Какой-то Форме Вот И Сами не Понимать Что происходит На самом деле Поэтому Мы должны Понимать Что Господь Он В первую Очередь Находится В своем Субъективном Мире Во вторую Очередь Он находится В сердцах Всех Живых Существ И поэтому Если мы Поклонением Ну скажем Какой-то Какому-то Божеству До какой-то Проявленной Форме В этом В этом Мире В ущерб Ну просто Если люди Будут оскорблять Наше поклонение То какой Смысл Нашего поклонения А вот Если мы Сделаем так Чтобы Мы и людям Помогли И эти люди Еще прониклись В поклонение Божеству Тогда Это будет Очень гармонично Понимаете Да О чем речь Поэтому Мы должны Научиться Вот Поэтому Предназначение На такой Вот Нужно Постоянно Ловить ветер Где мы Должны сейчас Находиться В соответствии С необходимостью Где это Богоугодники Да Где Мы Господу Лучше угодим Дома находясь Либо в храме Находясь То есть Мы должны Постоянно Чувствовать Потому что Побыть дома Иногда Пойти в храм Нужно Там Сделать Что-то Там И в то же время Мы должны Понять Что Нам Никому Ничего Не нужно Доказывать Нам Не нужно Доказывать Что мы Самые Преданные Что мы Так много Преданного Служения Сделали Мы даже Просто Преданно Служить Понимаете Наша проблема Большинство Из нас Что мы Не Не Служим А пытаемся Доказать Всем Что мы Служим Понимаете Что мы Пытаемся Что-то Не Доделаем Как бы Преданное Скажут Ооо Что-то Плохо Он Служит Сегодня Но Это Все Иллюзии Насаде Нужно Просто Служить А если Устали Нужно Отдохнуть Никто Завистники Они Конечно Будут Что-то Говорить Но Мы Не Должны Обращать Внимание На Завистников Потому Что Самое Главное Культивируй Искреннее Желание Преданно Служить В соответствии С нашими Возможностями Потому Что Пример Представляете Мы Тоже Состаримся И Будем Тоже Слепыми Глухими Как бы И Такой же Тоже Вариант Возможен Правильно Рано или поздно Это произойдет И мы Тоже Будем Лежать И Что Мы Будем Делать Беспокоиться Что Мы Не Можем Что-то Сделать Конечно Будем Беспокоиться Внутри Будем Очень Переживать Этому Вот Но По Мы С бабушкой Общаемся Периодически Бабушка Лакшми Ее зовут И Говорим Лакшми Вы не волнуйтесь Вы главное Мантру Повторяйте А мы Остальное Овсем Позаботимся Вы же Вот И внук Ваш Не бросит И все Будет Хорошо И она Счастлива Понимаете В чем Дело Она Счастлива Повторяя Мантру Там Ну Просто Это Буквально Произошло В течение Года Она Перестала Видеть Плохо Стала Слышать Плохо Говорить Вот Ну Просто Тело Вот 84 Года Она Начинает Постепенно Отказывать Вот И Ну Что делать Ну Она Вот Все это Время Вот Сколько Мы Здесь Находимся Там С 2007 Года Она Постоянно Ну Везде Во всех Поддерживала Начинания То есть Она Ну Мы У нее Останавливались Постоянно Какое-то Время Находились Она Я помню Когда Мы Проводили Фестиваль Вот Этот Большой 2007 Году В Сочи Я Готовил Там Она Постоянно Я Готовил Дома У Преданного Махапрабу И Привозил Просад Преданным Ну Кормил Туда Вот На этот Фестиваль И она Постоянно Готовить Помогала Там Что-то Картошку Чистила Резала Там Ну Так Мы Вместе Старый Человек Но Она Постоянно Вот Нас Жила Она Пожилой Человек Но Жила С нами Такой Одной Общей Семьей Мы же Не можем Сейчас Сказать Бабушка Теперь Вы уже Не можете Служить Как бы Мы Сами По Себе А вы Сами По Себе Да Пишут Мы Люди Которые Пытаются Служить Всегда Да Вот Мы Всегда Должны Пытаться Служить Во Во всех Обстоятельствах Потому что Шилоситар Махараж Очень удивительно Говорит Что Где Где бы Мы не Находились В каких Состояниях Мы не Находились Как только Мы осознали Важность Необходимость Служить О деянии Господа Воспевание Святого имени Совершать Какое-то Служение Мы сразу же Должны Начинать Это делать В любых Обстоятельствах Можно Служить Дома На работе В храме Вот Ничто Ничем Ничто Неограничено Просто Мы должны Понять Что мы Находимся В неком Потоке Времени Во времени И пространстве И Нам кажется Что мы выбираем Куда поехать Где находиться Но На самом деле Это уже Все давно Выбрано Наша задача Просто Где бы мы Не находились В данное Мгновение Созратачиваться На служении Что я могу Здесь Сейчас Сделать Для Господа И преданных Как я могу Свою жизнь Таким образом Настроить Направить Чтобы Господь Был доволен Чтобы преданные Были счастливы Чтобы люди Были окружающие Счастливы Чтобы они Не плевались На преданных И говорили Вот эти преданные Это сектанты Они там Сами с собой Обособились Живут там Сами для себя Как бы Мы должны понять Что эта зависть Людская Она Почему Потому что Мы подчас Ведем себя Как сектанты То есть Мы Говорим Не будем мы Общаться С этими Материалистами Потому что Они Осквернят Нас Разум И как бы Мы тогда Не сможем Там Практиковать Должен понять Что Мы должны Найти Место И время Для всех Гурудев Всегда Поражал Насколько Его жертвенность Пожертвовал Себя Ради Вообще Всех То есть Он просто Сидел Всегда И к нему Шел поток Людей Вот И он Просто Сидел Общался Всем Уделял Внимание Вот Понятное дело Что Как бы Ну С Физической Точки Зрения Он не может Оказать Внимание Всем 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 Да Но Он просто Делал Вот Всегда В настоящем И всегда Вот В этом потоке И поэтому Все были удовлетворены До сих пор Удовлетворены Потому что Мы слушаем Его лекции Вдохновляемся Видеооблик Слушаем его слова Которые полностью Транцедентны То есть Это Ну Просто Я не знаю Как другие Воспринимают Которые Никогда не встречались С говидным махараджем Но просто Вот Нам Которым Посчастливилось Быть в его обществе Это Очень удивительное чувство Переслушивать его лекции Пересматривать Как И вспоминать Как это На самом деле И пытаться Пытаться жить Этими идеалами Понимаете О чем речь Спасибо Спасибо Так Вот тут Вопрос Пересылают А можно ли Других людей Не кришнаитов Считать людей Считать преданными Ведь Все мы души Истина одна Ну да Очень хороший вопрос На самом деле Это правильно Что Все живые существа Они В потенциале Преданные Просто Все мы находимся На Ну На каком-то Этапе Развития Вот Кто-то на самом начальном Кто-то на И поэтому Но Уважение И почтение Говорится Мы должны Оказывать всем Но в соответствии С занимаемым Положением Данного живого Существа То есть Мы Будем Уважительно Относиться Скажем С собаке Там Или к насекомому Какому-то Но мы не будем Выражать Такое же почтение Как скажем Гуру И преданным Ну которые уже Занимаются Непосредственно Поэтому Мы Не можем Свалить всех В одну кучу И Оказывать всем Одинаковое Почтение И Одинаковое Внимание Всегда мы Оказываем Внимание В соответствии С тем В соответствии С тем Какое Какое положение Данное живое Существо Занимает Вот А считать Всех Всех Живых существ Преданными Это очень естественно Истина Действительно Одна Все души Они Тем или иным образом Они Стремятся К Господу Но Как Силашидар Махараш Говорит Что Градация Есть всегда Им Просто Если мы будем Оказывать всем Одинаковое Почтение То мы будем Совершать Оскорбление По отношению К Вышестоящим Преданным К близким Слугам Господа Ближайшим Слугам Господа Поэтому мы Должны Этот момент Учитывать Хария Кришна Так Ну что Есть еще Какие-то Вопросы Да Леди Петаны Еще Последний Вопрос Разыгрывается Алла-Кананда В связи с этим Недавно Мы говорили Об этом И Матху Судан Привел пример Я не знаю Откуда он это взял Что Кто-то Есть такая Практика Или такая Мысль Что Поклоняться Каждому Камру Потому что Возможно Какой-то Гейража Понимать Ты не видишь Кто И Соответственно Каждому Оказывать Почтение Неизвестно На каком уровне Кто В каких Отношениях Господом Соответственно Что Мы Не делаем Предрассудки Кому Как относиться Ну а вопрос В чем Ну то есть Что Насколько Это Сопоставило С этой идеей Что Все равно Есть градация Она конечно Есть Но Наверное Мы не можем Видеть Кто Действительно В каком положении Находится Ну Соответственно С градацией Просто Допустим Ну Есть Холм Гвардхан Непосредственно Вот И есть Ну камень Ближащий Где-то там Ну скажем В Говинделенде Да И У нас Стоит выбор Мы сейчас Не говорим Наставление Духовного учителя А просто Стоит выбор Что выше Холм Гвардхан Во Вриндауне Или камень Который может быть Быть тоже Камнем Тоже Гвардхан Мы естественным образом Понимаем Что Ну Холм Гвардхан Непосредственно Сам Гирираж А этот камень Он может быть А может быть Нет Вот Соответственно Мы В первую очередь Будем выражать Почтение Опять же У нас Время Если мы будем Выражать Почтение Ну Всем Якобы Или Ну То есть Предметом То есть Мы выражаем Почтение Всегда Ну Реальности Которая Выше 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 Вот И в соответствии С тем местом Где мы находимся То есть У нас окружаются Какие-то предметы У нас допустим Вот Ну вот В Говинделенде Да В принципе Можно сидеть Сидеть в комнате И поклоняться И поклоняться Там Ну В своем поклонении Находиться Правильно Но мы же Спускаемся В алтарму И все вместе Собираемся Перед божеством Потому что По градации Собраться У божества У божества Совместно Прославить Господа Это выше Чем Ну Поклоняться В комнате В одиночестве Скажем Перед фотографией Да Тоже Божество Поэтому Градация Всегда есть То есть У нас всегда Есть выбор Если У нас нет Возможности Ну скажем Присоединяться К общему Поклонению К общему Киртуну К божеству Которое Установлено В данном месте То тогда Мы совершаем Поклонение В том месте Где находимся То есть В доме Или Еще В каких-то Условиях В своей комнате Вот Но если У нас есть Возможность Пойти к преданным Если есть Возможность Поклониться Божеству То соответственно Мы Поклоняемся В том месте Если у нас Есть возможность Скажем Гуру Он считает Что Есть вероятность Нам поехать В Святую Дхаму И служить там Да Это Ну Есть такое служение То естественно Мы Поедем Это будет По градации Выше Вот Но В любом случае Все Имеет отношение Ко времени Местам И обстоятельствам И Соответственно Гуру Он видит Где нам лучше Находиться И где наша Духовная практика Достигнет Максимального Своего Предназначения Есть люди Которые Не имеют Посвящения Но обладают Качественными Которые Описаны В Ведах Есть Внешне Титулованные Но Без качеств Ну Конечно Так Все Это может быть Действительно Так Может быть Основано На нашем Видении На нашем Восприятии То есть Все Относится К нашему Собственному Восприятию Потому что Иногда Мы смотрим На какого-то Человека И видим Только Негативное Смотрим На какого-то Другого Человека И видим Только Позитивное Но Мы должны Понять Что Видит Кто Видит Видит Наш ум Ум Анализирует И ум Основывается На восприятии Своих чувств То есть Уму Он смотрит С какой-то Точке зрения Что То что ему Приятно То что ему Так сказать Полезно Он это оценивает И он может Подумать Поэтому Ум Подумать Что Вот это Очень хорошие Люди У них есть Качества В них Проявлены Все качества Которые Описаны В ведах А есть Человек Который Он занимает Какое-то положение Но он нам не нравится Потому что Он говорит Правду матку Нам Рубит нас Как-то Пытается Нас направить И это Уму и чувствам Не нравится Соответственно Он будет Искать Недостатки В этом человеке Но опять же Это Дело касается Конкретной ситуации И конкретного И конкретных Личностей Поэтому Мы Мы не беремся Не берем на себя Роль Судьи То есть Делить людей На хороших Плохих Там Таких И таких Нужно понять Что все Все что мы видим Оно всегда Находится под сомнением То есть Наше восприятие Всегда должно Находиться Под сомнением Не факт То что То что мы видим Это действительно Соответствует Действительности Потому что Мы не можем Влезть Внутрь человека Или какого-то Живого существа И понять Какими Мотивами И чем он Руководствуется Поэтому Самое главное Это лучше Никого не осуждать Вообще Никого То есть Мы можем Просто Посмотреть На какого-то Батюшку Там Сказать Увидеть Что он едет На каком-то Мерседесе Сделать свою Оценку Сказать Ну Этот человек Он как бы Совсем Докатился Вроде В духовном сане А ведет себя Совсем Неприлично Вот А другой человек Какой-то Ведет себя Как бы Но с другой стороны Мы же не знаем Этого батюшка Правильно Вот Бахстан Старасвад Такот Прахупада Он тоже приехал На машине Скажем Во Вриндавам И многие Были недовольны И многие Говорили Что как бы Вот он Совсем Недуховный Потому что Он на машине Разъезжает Или еще Что-то делает Поэтому Нужно понять Что это все Наши оценки Нам в первую очередь Нужно научиться Не оценивать людей На Как они Соответствуют Не соответствуют Какими-то вещам Нам нужно Самими Собой Как бы Заняться Сами С самими С собой Поработать Заглянуть Вглубь Вглубь Себя И понять Какие у нас Мотивации С каким настроением Нужно делать Пожертвования Семейным Бахтам Например В помощь Говинда Венда Как Преодолеть Свою жадность При этом То есть Я понял Кто-то Семейный Человек Хочет Хочет Сделать Пожертвования В Говинда Венда Правильно Я так понял Как преодолеть Жадность При этом Или просто С каким настроением Нужно делать Пожертвования Семейным Бахтам Семейным Бахтам В принципе Жертвовать Может быть Семейные люди В принципе Должны Работать И Как бы Зарабатывать Наоборот Семейные люди Должны Жертвовать А если Вы говорите Как раз Что Семейные люди Как Ну В принципе Если вопрос Стоит о том Как семейным Людям Жертвовать И как Преодолеть Жадность То Это Процесс Довольно-таки Болезненный Потому что От жадности Рано или поздно Все равно Придется Избавляться Но Очень Хороший принцип Это Не думать Особо Не думать Особо Как эти деньги Будут Использоваться Изначально Верить Что эти деньги Используются Исключительно На духовные цели И об этом Должны Позаботиться Ну скажем В данном случае Бахты Говинда Лэнда Потому что Ну Все Все преданные Которые Ну Полномоченные Принимать пожертвования Должны знать Что Ну Это Это кровь То есть Пожертвование Это Ну Довольно-таки Болезненные вещи Если использовать пожертвования Для себя То За это Ну Придется страдать Потому что Ну что такое пожертвование Это Человек Он Жертвует Искренне Что-то Для Господа Для Служения Ему Вот И Господь В этот момент Он Забирает Из человека Все негативное И вкладывает В эти деньги Или Ну В какое-то пожертвование Которое Человек делает Естественно Если это Используется На служение То Все это Сгорает Вовне Санкиртона То есть Это Ну Заливается В бетон Для стен Где происходит Санкиртона Или Тратится На продукты Которые Потом Распространяются В виде просада Все это Все эти грехи Они нейтрализуются Таким образом Если же человек берет Эти деньги И использует Для себя То соответственно Он берет Вот эти вот грехи Которые переходят От человека На себя То есть Он будет вынужден Ну Страдать За все Вот это Негативное То что Было заложено В этих деньгах Поэтому Вот Это Один из принципов В каком настроении Мы должны Ну Понимать Во-первых Мы должны Искренне Жертвовать И не думать О том Как эти деньги Будут использоваться Потому что Во-первых Мы должны Найти Найти Человека Которому Мы доверяем Или Личности Которому Мы доверяем Или Ну То есть У нас Должна быть Некая уверенность И потом Уже Мы должны Размышлять И Подписать Сами С собой Договор Ну Скажем Я жертвую Там От каждого Своего Дохода 20% 50% Ну Насколько Мы способны Вот И Если Договор Подписан То В принципе Когда к нам Приходят Какие-то Деньги Не так Сложно Пожертвовать Просто Ну Мы обещали Там 10% Жертвовать Но Пришло Мне 100 Рублей Я Там 10 Рублей Отдаю Как бы Проблема Ну Начинается Когда Большие Деньги Приходят Потому что Человек Как правило Он Когда жертвует Начинает Господь Ему Ему Больше Дает К примеру Со 100 Рублей 10 Рублей Пожертвовать Легко Но Вот С миллиона Пожертвовать 100 тысяч Это уже Как бы Сложно Потому что Кажется Но 100 тысяч Это очень Большие Деньги Может быть Это не Нужно Такие Деньги А если 50 на 50 То Туда Вообще Как бы Сложно Со 100 Рублей 50 Рублей Отдать Не так Пожно Со 100 Тысяч 50 Тысяч Отдать Уже Как бы Становится Сложно Понимаете О чем Речь Жадность Она очень Быстро Начинает Включаться И мы Должны Научиться Видеть В себе Эту Жадность Нашу Мотивацию Почему Мы Не хотим Жертвовать Поэтому Договор С самими С собой Очень Важно Сначала Найти Кому Будем Жертвовать Несколько Личности Будем Жертвовать Лучше Жертвовать Гуру Или Жертвовать Туда Куда Говорит Гуру Если Допустим Наш гуру Шива Авадут Махараш Он говорит Ребята Пожертвуйте Наговину Ленд Периодически Поэтому Не нужно Особо Думать Нужно Просто Взяться И начать Жертвовать Но Опять же Преодолеть Жадность Лучше Всего Если Она Присутствует Лучше Все Через Договор Такой Внутренний Обед Скажем Так Я Живу Трачу Свои Как бы Доходы На себя И Часть На Господа Бахтидата С вами Браххупад Он везде Говорил Что Семейные Люди Должны Научиться 50% Жертвовать Ну Такая Очень хорошая Схема 50 на 50 50 Для Господа Но Если человек Серьезно Идет По этому Пути Он В какой-то момент Времени Он все равно Поймет Что В принципе Пожертвовать Нужно Все А себе Взять Столько Сколько Необходимо Для поддержания Этого Бренного Тела И То С чем Мы Связаны Но Опять же Это Касается Всегда Индивидуально Каждого Из нас То есть Кто-то Может На 1% Пожертвовать Свою Жизнь Кто-то Может На 100% Кто-то На 50% И тут Не стоит Вопрос Кого-то Чем-то Удивить А стоит Вопрос Подлинности Нашего Намерения То есть На что Мы Способны Потому Что Если Мы Не готовы Пожертвовать Там 50% Зачем Жертвовать Чтобы Потом Обвинять Кого-то Что Вот Меня Обманули Или еще Что-то Вот Я Поверили Поверила Не Поверила Вот А эти Деньги Они Оказались Неправильно Использованными Как Говорится Бери Добро И кидай Его В воду То есть Если Мы Хотим Ити По Этому Пути Мы Должны Найти Цель Куда Мы Жертвуем На Духовное Должны Быть Уверены Что Это Духовно И Жертвовать Уже Не думая Особо Как Этими Теньгами Будут Распоряжаться Или Нашими Пожертвованиями Ну Я Надеюсь Что Я Ответил На Этот Вопрос Это Очень Важный Вопрос На Сам Деле Очень Щепетильный Вопрос Но На Вопрос Строится Вся Наша Духовная Жизнь Очень Часто Говорили А Как Вы Можете Оценить Преданность Людей Ну Очень Просто Кто И Сколько Жертвует Потому Что Придет Богатый Человек Пожертвует Там 100 Рублей Как Это Неадекватно А Придет Какой-то Нищий Там Пожертвует Последнюю Там Последний Рубль Это Очень Серьезное Пожертвование Потому Что Он Практически Все Отдает Да Джайщил Грудев Если Потом Возникает Такое Чувство Что Ты Мало Пожертвовал Что Это Один Что Это Один Из Видов Жадности Но Это Хорош Чувство На Сам Если Мы Чувствуем Что Пожертвовали Мало Это Постоянная Неуверенность В том Что Мы Достаточно Служения Сделали Какого-то Это Очень Хорошее Чувство Потому Что Так И Должен Ощущать Себя Преданной Что Хотелось Быть Сделать Больше Но Не Получается Думай Что Я Жадный Что Я Хуже Других Это Очень Хорошее Чувство На Сам Деле Потому Что Преданно Он Так И Думает Постоянно Находится В Негативном Состоянии Как Вот Абадут Махараш Приводил Последнее Время Часто Ютхишхира Махараш Я Тоже Как Раз Читал Махабхарату Ютхишхира Махараш Он Постоянно Был Не Уверен В Что Достаточно Он Все Правильно Делает Достаточно Он Пожертвовал Там Есть История Как Он Пришел Какой-то Брамин Пришел Неурочное Время Когда Неблагоприятно Давать Пожертвования Вечером Пришел Допросил Ютхишхиру Пожертвования На Поклонение Ютхишхира Он Сказал Приходи Утром Потому Что Сейчас Неблагоприятно Давать Пожертвования Но Этот Брамин Он Очень Так Был Недоволен И Пошел К Бьиме Когда Еще Держи Обязательно Помолись За нас И Ютхишхиру Потом Он Начал Думать Да Бима Он Не Упустил Момент Служения А я Упустил И Он Постоянно Себя Казнил За Это Но Даже Понять Что Это Пример Пример Того Как Думают Как Размышляют Преданные Как Они Постоянно Внутри Хотят Сделать Что Как Можно Лучше И Когда Они Делают Это Как Можно Лучше Им Кажется Что Все равно Недостаточно Хорошо Они Сделали Что Недостаточно Пожертвовали Что Могли Еще Больше Сделать Что Это Самое Это Как Раз Показатель Того Умонастроения Подлинных Преданных Рея Кришна Что У нас Дальше Вопросы Или Уже У нас Время Истекает Часик Прошел Но Если Еще Какой-то Есть Вопрос Заключающий Может Сарасватин Виндаван Нандарупа Кто-то Хочет Спросить Она Ратна Нандавата Можно Я спрошу Мограждан Нандавата Нандарупа Харитично Сегодня Говорили О Терпении Духовном Разуме Где Вот Эта Грань Переходит Терпение Духовного Разума И Ложного Смирения В чем Где Перетекает Одно Другое Или В чем Разница В чем Различие Я извиняюсь Отвлекся Просто На Это Понятие Терпение Духовного Разума Вы Сегодня Говорили Есть Понятие Ложного Смирения Вот Где Граница Между Этими Понятиями Понятие Терпение Духовного Разума Ложного Смирения Ну В первую очередь В первую очередь Мы должны Понять Почему Мы Терпим Почему Мы Смиряемся Потому Что Смирение Ну Начнем Допустим Сложного Смирения То есть Смирение В принципе Не так Трудно Изобразить То есть Можно Всем Харе Кришна Зондоват Делать Делать Оно Ложное Оно И Есть Ложное Просто Всегда Все Внутри Нас То есть Когда Мы Делаем Что-то Не так Когда Мы Совершаем Какой-то Вроде бы Правильный Поступок Внутри У нас На сердце Неспокойно Правильно То есть Внутри Внутри Как будто Вроде бы Все Хорошо Но Это Такой вопрос На самом деле Он Я бы сказал Специфический Потому Потому Он Касается Ну Такой Вот Ежедневного Ежедневного Нашего Собственного Чистки Скажем Так Освобождения От Всего Ненужного В Первую Часть Освобождения От Само Обмана Потому Что Ну Все Это Тут Ложное Смирение Ложное Терпение Там Или Еще Что-то Все Находится В Неком Само Обмане Поэтому Всегда Ну Во-первых Это Всегда Будет По-разному То есть По-разному Будет Проявляться Поэтому Как мы Только что Говорили Что Ютхишхира Он Так Поступил Пхима Он Так Поступил Но В принципе И тот И другой Были Права Правильно То есть Тот Своё Смирение Проявил Это Своё Смирение Проявил И в То же Время Как бы Ну Ютхишхира Был Недоволен Собой Потому Что Он Считал Что Он Не в том Направлении Поэтому Такая Вот Мы Должны Что Делать В большей Степени Мы Должны Изучать Житие Святых То есть Мы Должны Слушать Слушать Истории О жизни Великих Преданных Великих Садху То есть Смотреть Как они Поступали В той Или Иной Ситуации Почему Они Поступали Чем Они Мотивировались Вот Каким То Образом Это Мы Должны Пытаться Всегда Анализировать А Могли бы Мы Поступить В такой Ситуации И Как бы Мы Поступили В такой Ситуации Вот Ну Это Пока Будет Гипотетически Но В конце Концов В конце Концов Придут Такие Ситуации Когда Господь Нам даст Возможность Реально Увидеть Насколько Мы реально Смиренны Насколько Мы реально Терпеливы Насколько Скорее Всего Мы не будем Проходить Эти Экзамены И Тогда В какое-то момент Времени После этого Отчаяния Мы поймем Что На самом деле Даже не отчаиваться А что-то с этим делать И мы будем Еще больше Усердно Молиться Еще больше Усердно Будем служить Еще больше Будем Каких-то Усилий Прилагать На этом Пути И тогда Постепенно Месту Ложному Смирению Ложному Отречению Всем этим Ложным Вещам Постепенно Не будет Места В нашем Сердце Как Шил-Шитарма Хорошо Говорит Мы можем Обманывать Себя Долго Но Не можем Обманывать Вечно Понимаете В чем Речь Я не знаю Я может Баварус Неправильно Понял Ну вот Есть Ну есть Ситуация Которая Можно Во благо Того Чтобы Не возникало Конфликтных Ситуаций Да Ты Как бы Увидел Вот Такой Что Лучше Промолчать Или Принять Как Есть По моему Мнению Это же Не является Ложным Смирением Это Ложного Смирения Какие-то Другие Коростные Возможно Мотивы Ну Это Очень частный Момент Иногда Нужно Промолчать Иногда Нужно Сказать Иногда Проявление Смирения Это Как раз Наоборот Высказать Какое-то Мнение То есть Не всегда Как бы Смирение Будет заключаться В том Что мы Будем Совсем Соглашаться Наоборот Если Наши Обязанности Допустим Особенно Если Мы Занимаем Какое-то Старшее Положение Какую-то Руководящую Мы Скажем Я Старший Кто-то Будет Что-то Неправильно Делать В храме Я Буду Смиряться С этим Постоянно Это Будет Ложное Смирение То есть Я должен Наоборот Из смирения Подойти К людям И объяснить Что правильно Что неправильно Понимаете О чем Речь А Если Наоборот Наше Положение Подчиненных То Действительно Мы должны Промолчать То есть Мы должны Послушать Даже Если Мы считаем Что Старший Не прав К примеру Мы должны Принять Это И Попытаться Осознать Почему Старший Так Говорит Или Еще Что То есть Ну Это Все Зависит От Ситуации И Занимаемого Человеком Положения В данный Конкретный Момент Времени Понимаете О чем Речь Надо Думаю Да Буду Еще Смотреть Применять Ваши Советы Речь Да То есть Зависит Все От Времени Места И обстоятельств И Конкретных Личностей Которые Ну Взаимодействуют Ну Нужно Понять Что Нет Общих Общих Наставлений Для всех Очень Важны Частные Вот Именно Нам Личное Наставление Необходимое Каждому Из нас Необходимо Личное Наставление Гуру Потому Что Для В общем Ну Говорится Что Нужно Делать Так Нужно Так Нужно Ити Определенным Путем Общая Так сказать Канва Для всех Она прописана Но Когда мы Идем По ней То У нас Очень Все Индивидуально На самом Деле Поэтому Нам Необходимо Действовать Соответствие Спасибо Сегодня Украинское 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 Преданное Заняли Так Что Упасть Не Дают Вот Так Погрузился Может быть В какую-то Иллюзорную Идею Как бы Там Что-то Со своим Умом И сидел Как бы Вот Так Или иначе Задали Очень важные Вопросы На которые Мне тоже Стоит Размышлять Постоянно Думать Постоянно Работать Поэтому Если Я Кого-то Задел Своими Ответами Или Оскорбил Или Недоответил Я Прошу Прощения Смиренно Потому что Мы должны Понимать Что Все Мы Обусловленные Живые Существа Я Тоже Не отношу Себя К какому-то Гуру Или Продвинутому Преданутому Я Просто Душа Которая Может быть Чуть Чуть Поранше Чем Кто-то Из Присутствующих Там Встретились Там С Гуру И Сознанием Кришны Каким-то Образом Практикуем Вот Тоже У нас Свои Свои Проблемы Свои Ситуации Возникают Иногда Мы радуемся Тому Что мы Делаем Иногда Очень Огорчаемся Своими Собственными Поступками Так или Иначе Это Путь Часть Пути Каждого Из Нас Поэтому Спасибо Вам Что Вы Есть Что Мы Все Встретились В этой Жизни Что Мы Имеем Возможность Общаться Вот Надеемся Что Когда-то Все Это Закончится Мы Встретимся Где-то Или Вы К нам Приедете В Абхазию Или Вообще В Россию Или Мы К вам Приедем На Украину В каждый Из городов Вместе Лично Пообщаемся Ну Как Господу Будет Угодно Как Это Все Сложится Так что Всем Наши Поклоны Нижайшие Дандаваты Харе Кришна Спасибо Дандаваты Спасибо Нарайане Харе Кришна Дандаваты Харе Кришна Харе Кришна Спасибо Махараджи Джай Агар Махараджи Все Мы тогда Включаемся Да Всем поклоны Завершаю Трансляцию Спасибо Всем поклоны Дандаваты Так Ну Харе Кришна Дорогие Слушатели Инстаграма И Фейсбука На этом Мы Закончили Нашу Конференцию С Украиной Всем Наши поклоны Дандаваты Спасибо Что присоединяются И присоединялись Спасибо За теплое пожелание За теплое За То что Высказываете Очень позитивные Вопросы И Пожелания Вот Встретимся Скорее всего Вечером Сегодня На Изучение Книг Шилашидара Махаража Все Наши поклоны Дандаваты Харе Кришна Дандаваты